Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции уроков следующая Человек любит очень пить воду, но при этом он никогда не напивается и всегда остается голодным после употребления воды, он хочет еще воды Это касается всех сезонов, летний также Почему? Здесь есть очень глубокий подвох, на который люди не обращают внимания Почему? Потому что чрезмерное употребление воды идет к чрезмерному воспалению кишечников либо кишечника тонкого, который усваивает эту воду Если человек злоупотребляет, еще раз повторяю, подчеркиваю, злоупотребляет употреблением чистой воды Почему? Потому что каждый человек должен чувствовать норму употребления воды То тогда избыточная вода пойдет в клетки, вследствие чего пойдет ожирение, вследствие чего пойдет избыточный вес Человек начнет, скажем так, нарушиться водный обмен который прежде всего начинается в поджелудочной железе с тонким кишечником Если эта функция нарушается между тонким кишечником и селезенкой поджелудочной железой то человек начинает что? Потихонечку толстеть, набирать излишний вес Потому здесь мы обращаемся к людям, которые любят пить воду и не напиваются что вы должны знать меру, вы должны заниматься самовоспитанием и дисциплинировать себя От этого вы никуда не денетесь, не думайте, что, допустим, воздействуя на эту точку вы сможете раз и чтобы эта проблема оставила вас Нет, но помните, чрезмерное употребление воды ведет к воспалительным процессам в кишечнике Это что? Он перерабатывать начинает кишечник Орган начинает что? Не отдыхать Вследствие этого мы вам рекомендуем, чтобы вы знали и понимали Если вы не напиваетесь воды, ничего страшного в этом нет Первое, вы должны ограничить воду, это раз Второе, вы должны знать в каком состоянии ваш меридиан печени которая отвечает за кишечники, а кишечники всасывают в воду, которую вы не напиваетесь Вот когда вы ответите себе на вопрос, в каком состоянии меридиан печени Ну, здесь, конечно, еще и костяно-поджудочная железа, мы о ней отдельно поговорим Вот, если у него слабые, вялые, то кишечники тоже не выполняют функцию Данную точку нужно активизировать А если меридиан воспаляется, либо воспален, то и кишечники воспалены, а не требуют воду То данную точку F4 Junfe нужно что? Седатировать, расслаблять, успокаивать Данный меридиан, да, вы успокоите, это чувство жажды, которую человек не может что-то утолить Очень длительное время Конечно, без диагностики 12 меридианов здесь не обойтись Почему? Ответ, потому что восточная медицина не лечит те или иные заболевания Прежде всего она, скажем так, смотрит в каком состоянии общий энергетический баланс всех 12 меридианов В каком состоянии ини-янь, в каком состоянии каждый меридиан отдельно взяты Ну и потом, на основании всех этих выводов Производится что? Составление рецептов на акупунктурные точки Ну и обязательно входит акупунктурная точка F4 Junfe Если человек пьет, пьет, пьет много воды и не напивается Остается, что голодный Поэтому данная информация вам в помощь Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...